Время уговоров закончилось. Власти Колпинского района всерьез взялись за коммунальных должников. У тех, кто не платит за квартиру больше пяти месяцев и не идет навстречу управляющим компаниям и ГУЖА, забирают имущество. Телевизор, компьютер, стиральную машину и автомобиль. Все по закону, на основании судебных решений. Эти вещи будут оценены и проданы, а вырученные деньги пойдут на погашение долгов. Если должник погашает полностью задолженность по данному исполнительному производству и исполнительский сбор, естественно, имущество возвращается в должнику для дальнейшего пользования. Злостный неплательщик – это уже неплательщик тот, который уже даже не реагирует на исполнительный лист, потому что люди, у кого мы сегодня побывали, они получили исполнительные листы, они знали о решении суда, им было предложено, они могли в добровольном порядке составить график платежей, оплачивать это постепенно, но они все равно отказались. Во время рейда стало понятно, неплательщики – это не обязательно маргиналы алкоголики или пенсионеры, живущие за чертой бедности. За квартиру не платят и люди, которых трудно отнести к категории бедствующих. Хозяйка квартиры на бульваре трудящихся нашла необходимую для погашения долга сумму буквально за полчаса. Я понимаю, я понимаю, что это моя чистая вина, понимаете? Все оттягивала, все оттягивала, сами видите, живем, не последний кусок хлеба доедали, в том-то и дело, да? Крайняя мера, когда мы идем в суд, мы предупреждаем заранее, мы пишем в квитанциях, что уважаемые жильцы, вы должны. Мы собираем пение, мы ведем разъяснительную работу профилактическую, направляем письма, выдаем предписание. И когда мы видим, что человек игнорирует все наши обращения к нему, а мы, естественно, должны заплатить монополистам, мы должны заплатить людям зарплату, мы должны обеспечить надлежащее содержание общего имущества, естественно, то у нас не остается никаких вариантов, как идти в суд. Проведение рейда в Коупинском районе не случайно. У судебных приставов на исполнении находятся 2800 производств на сумму более 50 миллионов рублей. А всего, по данным жилищного агентства, долги за квартиру есть у 12 тысяч семей. Артем Поттер, Андрей Поляков, Новости Коупинского района.